Документ территориального планирования Документ утвержден в 2012 году. Ранее он был разработан институтом Свердловск гражданпроект в 1981 году утвержден и срок действия его был до 2010 года. Далее мы подготовили новый документ, утвердили его в 2012 году, но на сегодняшний день потребовалась корректировка данного документа по основным требованиям правительства Российской Федерации по приведению данного документа в соответствии с изменениям, вступившим в градостроительный кодекс. Далее мы проработали те предложения и замечания профильных министерств, которые в 2012 году не были учтены при утверждении генерального плана и поправили эти замечания. И также у нас была проведена работа по корректировке границ населенных пунктов в связи с исключением земель сельхозназначения и земель Государственного лесного фонда из границ населенных пунктов. Я так понимаю, генеральный план это достаточно объемный документ. Скажите, на основании чего он составляется? Генеральный план объемный документ. Состав генерального плана входит в положение территориального планирования, карты градостроительного зонирования, карты зон функционального развития. Он разрабатывается на основании исходных данных, которые предоставляется администрации Полевского городского округа. По лонке промышленных предприятий, по статистическим данным, по отчетным графическим материалам, по той этапооснове и документам, которые имеются у нас в наличии. И еще мы запрашиваем информацию из службы Росреестра и кадастрового учета. На основании всех собранных исходных данных подготавливается исходный документ с требованиями и согласно техническому зданию, которое подготавливается администрацией. То есть мы устанавливаем те требования, что бы мы хотели видеть в этом документе, а именно развитие территории, реконструкцию развития территории и так далее. И такой документ прорабатывается. Наш документ разработан до 2040 года сроком реализации. Это для города Полевского и для сельских населенных пунктов до 2035 года сроком реализации. Учтены все расчетные показатели по развитию населенных пунктов и также города Полевского по размещению объектов инженерной, социальной инфраструктуры. Также эти документы должны учитывать вышестоящие документы. Это схема терпланирования Российской Федерации, схема терпланирования субъекта Свердловской области. Если говорить простым языком, для чего необходим такой документ? Документ Генеральный план необходим для комплексного и устойчивого развития городского округа, населенных пунктов. То есть определяются те функциональные зоны, где возможно размещать застройку. Это свободная территория застройки. А также определяется порядок и возможность реконструкции уже застроенной территории. Я так понимаю, этот документ разрабатывался не один год, достаточно долго. В чем причина? Если проследить историю утверждения и создания таких документов, с 1981 года до 2010 года достаточно длительно действовал Генеральный план только для города Полевского. И то не все положения этого документа были реализованы. Они перешли в документ, который утверждался в 2012 году. В 2012 году это уже было требование градостроительного кодекса, чтобы в декабре 2012 года документы такие были утверждены, либо запрещалось строительство на территории. Поэтому ряд положений и предложений Министерства строительства и развития архитектуры, Министерства ЖКХ у нас в данном документе не были отражены, не были учтены. Потом, далее, в 2016 году мы разработали проект внесения изменений в Генеральный план с учетом тех изменений, которые произошли в документах терпланирования Российской Федерации, в документах терпланирования Свердловской области. Наш документ должен учитывать эти положения, отображение зон с особыми условиями использования территорий. И длительность процедуры согласования у нас такая, потому что документ достаточно объемный. Мы документ для согласования загружаем в Федеральную государственную информационную систему территориального планирования. И далее проходит процесс согласования данного документа в соответствии с установленным порядком проведения таких согласований в соответствии с градостроительным кодексом. Если присутствуют замечания или разногласия с одним из министерств, то документ возвращается на доработку для снятия замечаний и разногласий. Процесс длительный, три месяца первично рассматривается документ, потом возвращается на доработку, потом мы повторно заходим на согласование и так далее. Очень сложные вопросы были у нас именно по землям Государственного лесного фонда, по размещению объектов, инженерной инфраструктуры, это автомобильные дороги регионального назначения в основном. Но эти вопросы в процессе работы нами были сняты. Проект доработан со всеми учетами, предложениями и замечаниями. И на сегодняшний день подготовлен к утверждению. Скажите, Лена Ивановна, немножко подробнее можете рассказать о территории планирования содержания, ну вот этого генерального плана? Ну, генеральный план у нас включает 13 населенных пунктов, это карты функционального зонирования и размещения объектов капитального строительства. И 14-я карта, это у нас границы межселенной территории. Один населенный пункт на сегодняшний день проводится работа по его ликвидации, это поселок Подгорный, потому что там нет ни зарегистрированных домов, ни жителей, и территория, в принципе, заброшенная, неиспользуемая. Поэтому нами инициирована процедура упразднения данного населенного пункта. Далее, развитие территорий у нас предусмотрено на всех свободных от застройки территорий, ну и также реконструкции и развития застроенных территорий. То есть, первично у нас осваиваются те территории, которые предназначены для индивидуального жилищного строительства. Это территория далекие, которые однократно, бесплатно уже предоставлены земельные участки, территория в селе Косой Брод, село Полневая, село, поселок Станционный Полевской. Там участки предоставляются однократно, бесплатно для индивидуального жилищного строительства, а также предоставляются с аукциона жителям нашего города, желающим произвести застройку. Многоэтажная застройка у нас проводится точечно, если обратить внимание на застроенные территории. И в Зеленом Бару комплексная застройка многоэтажными, многоквартирными жилыми домами тоже производится с Северским трубным заводом. Также застраивается Березовая роща у нас. Предусмотренные к развитию территории у нас разработаны проекты планировок территории на район Чусовской, это напротив Березовой рощи. Этот район предусматривается комплексному освоению территории. Какие еще документы подготавливаются на основании генерального плана? На основании генерального плана у нас утверждены правила землепользования и застройки. Это основной документ градостроительного зонирования, который содержит карты градостроительного зонирования, по которым потом, в последующем, предоставляются муниципальные услуги. Правила землепользования и застройки, они, так скажем, ближе к нашим жителям, потому что они так или иначе с этим документом сталкиваются. Нами предоставляется муниципальная услуга, выдача сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. И эта услуга востребована, так как в основном из этого документа выдаются сведения. Правилами землепользования и застройки обозначены территориальные зоны. Для каждой территориальной зоны обозначены регламенты, утверждены регламенты использования в данной территориальной зоне земельных участков и размещения объектов капитального строительства. То есть регламентировано размещение, этажность, типы застройки для каждой территориальной зоны, какие объекты можно располагать, какие нельзя располагать в данной территориальной зоне. Все это содержится в регламентах, в правилах землепользования и застройки. Сегодня мы видим в документе, что некоторые границы населенных пунктов изменены. С чем это связано? Границы населенных пунктов действительно были у нас исправлены в 2016 году при подготовке документа. Потому что у нас при занесении сведений в кадастровый учет, мы сейчас проводим эту работу по постановке на кадастровый учет границ населенных пунктов, возникают проблемы с пересечением земельных участков. То есть один земельный участок, граница одного земельного участка накладывается на границу населенного пункта. Это невозможность получения земельных участков из Государственного лесного фонда и очень сложно их согласовать по включению в границы. То есть на кадастровый учет земельные участки эти не ставятся в границах наших населенных пунктов, потому что они были исключены. Ну и также требования Министерства агропромышленного комплекса по сохранению земель сельхозназначения были исключены некоторые участки сельхозназначения, земель сельхозназначения, которые на сегодняшний день не застроены и используются сельхозпроизводителями. Елена Ивановна, ну и последний вопрос. Скажите, сегодня Вы и Ваши коллеги оказывают населению ряд муниципальных услуг. Что это за услуги? Ну, у нас услуги оказываются много на основании генерального плана, на основании правил землепользования и застройки с учетом требований градостроительного кодекса. Это в основном востребованная услуга – это выдача сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. Эти сведения необходимы для регистрации прав граждан на объекты недвижимости, земельных участков, объектов капитального строительства. Более 1800 услуг у нас ежегодно, обращений по этой услуге рассматриваются и предоставляются сведения. Вторая по значимости услуга – это выдача разрешений на строительство, выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства. В 2018 году внесены изменения по порядку строительства объектов индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства. Это сейчас у нас не разрешение на строительство, а уведомление о начале строительства, уведомление об окончании строительства и проверка правильности размещения объекта капитального строительства на земельном участке. Тоже объемная услуга, очень много обращений, учитывая то, что предоставленные участки однократно бесплатно, учитывая развивающуюся территорию в селе Курганово, обращения ежегодно поступают от 500 до 800 обращений рассматриваются. Далее мы осуществляем просвоение адреса объекту недвижимости, подготавливаем градостроительные планы. Градостроительный план – это тоже документ территориального планирования, на основании которого разрабатывается проектная документация в последующем. Но также и индивидуальный жилой застройщик, кто строит индивидуальные жилые дома, тоже обращаются за подготовкой градостроительного плана, чтобы правильно разместить на своем участке земельном объект, жилой дом, ну и вспомогательные объекты, бани, теплицы, постройки другие. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в студию и ответили на вопросы. До свидания. До свидания.